Несмотря на запрет, жители станции мостовая продолжают выезжать на лед. Ежедневно этим маршрутом пользуются несколько десятков человек. В связи с этим сотрудники МЧС провели на этом участке замерзшей реки профилактический рейд. Переезд по данной дисакционированной ледовой переправы вы подвергаете себя, своих родных и близких, опасную и самое главное выражаете. Статью 19.4, поэтому мы бы хотели сейчас вам вручить требования и предупредить вас, что не надо здесь переезжать. За первый въезд на лед предупреждение. Попался повторно, платишь штраф до 1000 рублей. И сколько времени еще будут действовать такие санкции, никто не знает. По словам спасателей, лед в этой местности достигает 45 сантиметров, а значит выдержит даже большегрузный автомобиль. Однако без специальных дорожных знаков проезд закрыт даже для пешеходов. Данный вопрос, на наш взгляд, был положительно решен в мэрии города об организации здесь акционированной ледовой переправы. На сегодня не оказывается помощь со стороны главы Иволгинского района. Об оказании помощи. Как пояснили в администрации железнодорожного района Улан-Удэ, они готовы самостоятельно взять на себя организацию ледового моста. Еще в выходные здесь было проведено грядирование дороги за счет городского бюджета. Чиновники пообещали сделать все, чтобы были установлены нужные знаки и переправу открыли в ближайшее время. Что касается главы Иволгинского района, то в настоящее время он находится в отпуске. А поэтому комментариев от него пока получить не удалось. Мария Токмакова, Евгений Павлов. Новости дня.